но никто не не как-то не появляется англоговорящий сейчас participants вроде никого нет потенциально англоговорящего ну хорошо тогда уважаемые коллеги я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего докладчика женю седова который когда-то еще до знакомства со мной мне кажется защитил кандидатскую диссертацию во владимире группе александр павлович аладжанца и с тех пор очень много работал как значит в нашей стране так и за ее пределами в частности великобритании долгое время потом долгое время в китае вот но сейчас он благополучно вернулся в родное отечество выиграл конкурс и присоединяется буквально в эти дни к центру имени абрикосова в качестве ведущего научного сотрудника чему мы очень рады но пока вот в этот значит переходный период он представляет свой родной владимирский государственный университет и также санкт-петербургский в котором он приносит большую пользу лаборатории салаб значит описывая там разные экспериментальные данные вот последний год где-то сидя в китае женя разработал значит новую совершенно область науки которая связана с нейронами и там искусственным интеллектом вот но все-таки имеющие некоторое отношение к нашей традиционной деятельности к полиритонам и вот сегодняшний доклад будет посвящен полиритонным решеткам значит как которые можно использовать в качестве нейроморфных сетей женя прошу вас благодарю алексеевна представление которое тяжело будет оправдать те ожидания которые обозначили я постараюсь да сегодня действительно я представляю данный момент свой альмаматор и санкт-петербургский государственный университет поскольку я в таком промежуточном состоянии между одним местом работы и другим мы мой доклад посвящен нашим действительно недавним разработкам скажем так полиритонным решеткам который можно использовать роли динаризованных нейроморфных сетей это как это называется аутлайн моего доклада для начала я проведу некоторые пишу некоторые введения и мотивационный чай зачем чему и зачем это интересно потом также часть введения будет посвящена нейронным сетям в том числе скажем так заход понимания нейронных сетей через их элементарные составляющие через билдинг-блоки это искусственные нейроны и также посвящен некоторое время неринейности и поскольку она является одним из важнейших элементов от нейронных сетях и наконец основная часть следующая часть доклада будет посвящена нашим оригинальным результатом именно полиритоном на решеткам который мы используем в качестве нейросетей в частности опишу архитектуру и принцип действия этих решеток и покажу как они могут работать в качестве работать для распознавания изображений звуков меня забыл уточнить насколько хорошо меня слышно сзади в одних рядах поскольку я не очень громко говорю обычно приемлемо да хорошо так перехожу к первой части ну это не страшно к первой части доклада вводной мотивационной нераморфной системы это ныне очень популярное направление исследований в направлении обработки данных а именно в машинном обучении машина обучения включает себя алгоритмы которые в отличие от традиционной обработки информации не непосредственно обрабатывают данные которые имеют возможность обучаться тому как обрабатывать данные и по мере обучения со временем их эффективность эффективность работы возрастает почему же машинное обучение настолько популярно скажем настолько большое последнее время снискала признание первая причина это несколько философская то так называемый сдвиг научной парадигмы если сейчас или скорее некоторое время назад мы существовали в рамках вычислительных парадигмах которые предшествовали экспериментально и описательная то есть поначалу когда вся информация бралась исключительно экспериментов из экспериментов из наблюдений то есть что мы видим то есть наука затем она сменилась значит вычислениями аналитики аналитикой то есть то что мы можем писать форме форму форму то есть наука то последнее время это были вычисления численные расчеты предоставлены формула не нужны нужны уравнения из которых мы можем получить какие-то данные и на основе которых можем делать предсказания сейчас все ставка куда более запутанно данные появляются сами собой без дополнительных вычислений и уже из них можно извлекать какую-то информацию и машинное обучение оказалось очень хорошо очень эффективно в этом направлении и следующая причина такой популярности машинного обучения это специфика задача выяснилось что для ряда задач машинное обучение оказалось более эффективно чем традиционные подходы частности задач классификации это задачи распознавания образов оптимизации и прочее машинное обучение реализуется на основе искусственных нейросетей компьютерные системы нейросети это компьютерные системы которые сформированы из взаимосвязанных узлов или искусственных нейронов которые совместно решают задачи и нейронные сети сети могут быть реализованы программным образом на традиционных компьютерах однако наиболее многообещающая альтернатива это воплощение нейронных сетей в железе так называемые нейроморфные сети нейроморфные впечатления и почему зачем нужно реализовывать зачем нужны вот эти вот реализации которые используют отдельное обеспечение аппаратное первая причина состоит в ограничениях компьютерной архитектуры так называемая архитектура фон неймана в которой разнесены вычислительные части и память и утверждается что наиболее скажем узким местом в плане скорости вычислений эффективности вычислений является вот этот соединение между между вычислениями и и собственно памятью это так называемая и вторая причина состоит в том что но она уже у всех навязывала на зубах еще наверное с того момента когда квантовые вычисления были главным скажем так применением полиаретонных полиаретонных устройств это приближение к физическому элемент на лимиту традиционных и традиционной электроники причем как в смысле размеров так и в смысле скорости скорости выполнения операции и в настоящее время действительно факт больше вот вот эти улучшение вот этих двух характеристик переходят к другим получение других характеристик таких как энергоэффективность возможность параллельных вычислений и специализация отдельных компьютерных компонентов ну как простой пример уже давние достаточно интеграции например видеокарты процессор и что касается специализации это вот ровно то где нейроморфные системы работают что называется из коробки это именно то где они действительно могут превосходить превосходить традиционные пишется транзисторы ну в каком ну и на самом деле сложно оценить насколько линейно да я понимаю ваши сомнения да 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 я на самом деле несколько работ на эту тему посмотрел мне тоже привлекло потому что обычно закон мура позиционируется так что вот это вот линейная на этом графике кривая начинает кверху немножко выгибаться я перелистал несколько статей и просто понять а где же она загибается она как-то так слабенько загибается на самом деле ну вроде как да утверждается что она вот начинает вот где-то вот с этого момента начинает вот так вот загибаться вниз отклоняться я вот учился лет сорок назад эти все слова уже сорок лет назад да 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 я с этим согласен эти процессы они пересчитывают плотность транзисторов то есть у них архитериал такая что они начинают предъявлять в третьем этом времени настраивать транзисторы да совершенно верно а потом пересчитывать это как ну то есть вычислительную способность как будто это у нас уменьшился вводится такое понятие как фингерпринт для вот этих причем как для нейронных сетей так и для вот этих вот классических вычислительных процесс вычислительных устройств то есть это некоторая площадь на чипе которая занимает занимается занимает определенную или старей реализует определенную вычислительную мощность и совершенно верно то есть это можно как-то вот мы от 2d от этих класс переход начинаем переходить в 3d либо как-то оптимизировать вот это то что я говорю нейман bottleneck то есть как-то совмещать память вместе с вычислительными устройствами например в новых процессорах apple m1 и m3 там какие-то вообще принципиально какая-то новая архитектура где вот эта вот узенькая узенькая часть как раз за счет совмещения памяти то есть там нет даже понятия оперативной памяти а есть эффективная память которая совмещается с вычислительными с вычислительной частью и вероятно достигается такие же вычислительные возможности уже при меньшей и меньшей плотности точнее при большей плотности там есть тогда действительно ваше скажем так сомнения подозрения так далее наше предложение вот в рамках этой работы состоит в том чтобы развивать нейронные сети на основе экситом полиуретонных систем и здесь я кратко значит приведу введение в полиуретонные есть полиуретонные хотя в этой аудитории это конечно излишне будет но все же в частности мы рассматриваем планарные микро резонаторы которые внутри содержатся квантовые ямы или ансамбль квантовых ям соответственно энергия резонатора настроена на энергии экситонов в этих квантовых ямах и в условиях сильной связи экситоны гибридизуются с фотонами резонаторными и возникают формируется экситон полиуретонные и эти экситоны полиуретоны наследуют мобильность и когерентность фотонов а вот экситонов они наследуют их возможность взаимодействовать друг с другом и поскольку полиуретоны являются бозонами они сохраняются способность формировать макроскопические когерентные состояния так называемые полиуретонные конденсаты и значит полиуретоны как я уже упоминал ранее всегда позиционировались как нечто которое потенциально может составить альтернативу традиционным электронным самовычислительным системам в частности разработаны такие вещи как полиуретонные транзисторы логические полиуретонные элементы вот в этой работе впервые разлучало разлучал термин полиуретонный нейрон хотя там речь скорее больше не про нейрон как про нейрон а как вот про вот эту часть которую аксоном называют в биологии и совершенно логично что если альтернатива не может чего-то того что может ее скажем оппонент то чему она может стать альтернативой то эта альтернатива не полноценная соответственно нам нужно создать альтернативу и вот в нейронных сетях поскольку в традиционных вычислениях нейронные нейросети вполне реализуются ну и с практической точки зрения полиуретонные нейросети представляют ансамбли взаимодействующих экситон полиуретонных конденсатов в настоящий момент есть разработок полиуретонных нейросетей и все они в принципе под это мое утверждение попадают а вот скажем атомные конденсаты там вообще в принципе все просто да безусловно конечно более того мы можем сделать не экситон полиуретон не экситонные полиуретоны атомные полиуретоны атомные зачем да безусловно но здесь ответ очень простой я занимаюсь экситонными полиуретонами поэтому сегодня я расскажу об этом а так на самом деле вы правы есть огромное количество попыток создать такие альтернативы в том числе и атомные конденсаты и чисто потонные которые чисто линейные получаются задачи плазмонные тоже варианты на плазмонных состояниях конечно вы правы и вот здесь я говорю о решетках но безусловно и без решеток тоже работает да в этом смысле атомные 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 теория 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 безусловно разработана уже много где потому что достаточно простая а вот то есть тут всегда всегда вопрос того зачем зачем и почему да вот что касается полиуретонов я как раз об этом немного скажу а что касается атомов тут нужно рассмотреть почему это кому это выгодно как говорится собственно ну да вот что касается полиуретонов я сказал полиуретонные нейросети это обычно взаимодействующие полиуретонные конденсаты оптические пучки или импульсы выступают в роли входных сигналов а также они выступают в роли управляющих инструментов скажем так и а выходные сигналы это в случае полиуретонов это всегда люминесценция люминесценция этих конденсатов и а все остальное вот то что нужно в нейросетях а именно взаимодействие этих отдельных нейронов оно происходит автоматически в таких системах полиуретонных за счет их взаимодействия за счет когерентности который сохраняется вот в частности в этой работе на каких-то поразительных расстояниях что позволяет взаимодействовать там в дальнем порядке этим решеточным состоянием а теперь ой нину очень плохо он говорил что сообщит а нину не с нами разговаривали хорошо переходим собственно зачем и почему полиуретоны да благодаря специфике нейронных сетей очень важна нелинейность я скажу несколько слов позже об этом так вот полиуретоны полиуретонам нелинейность присуща как я уже сказал именно за счет оксетонной части они способны взаимодействовать обеспечить эту нелинейность да я поясню зачем нужна нелинейность а потом сам же дезавуирую свои слова что полиуретон очень хороши для этого второе это время которое требуется для формирования полиуретонных состояний оно составляет десятки секунд что в сравнении даже с электронными с электронными существующими нейронными сетями это какие-то поразительные величины также в нейронных сетях взаимодействие отдельных элементов чрезвычайно важно собственно за счет этого взаимодействия и вот эта магия происходит при которой отдельные элементы вдруг начинают работать вместе и решать задачи а как я уже сказал в полиуретонах таких полиуретонных решетках это происходит бесплатно фактически за счет вот этой макроскопической когерентности и это же позволяет обеспечивать параллельные параллельные расчеты и потенциально полиуретоны могут обеспечивать масштабируемость и потенциально опять же высокую энергоэффективность хотя здесь это утверждается и приводятся цифры но честно говоря мои расчеты пока с этим совпадают с натяжкой и значит эта мотивационная часть закончена и я перехожу скажем продолжение введения но уже посвященному не нейроморфным сетям то есть не железной части которую мы предлагаем реализовать а к программной части которую необходимо для понимания чтобы эту железную часть реализовать мы значит для того чтобы понять что есть нейронная сеть удобно начать с составляющих элементов именно с отдельных искусственных нейронов в частности не в частности а в целом искусственные нейроны это не что иное как математическая функция нескольких перемен в общем-то на этом можно описание нейрона заканчивать поскольку значит этот нейрон на входе имеет несколько входов которые выступают вот этими переменами в большинстве случаев вот эти сигналы входные этим сигналом входным применяет веса то есть каждый из них воспринимать с некоторым определенным весом и далее проводит некоторую тематическую операцию с ним в частности он может взвешенную сумму этих входов находить и применять к ним так называемую функцию активации и эта функция активации как правило нелинейная то есть это то что касается теории вот этих нейронных сетей и сами по себе нейронные сети это ничто иное да есть да есть типичные функции я здесь не стал приводить поскольку они реально не актуальны но они вот такая вот плавная функция с плавным переходом не помню я как там это ну а нелинейности чуть позже будет слайд вот и мы можем потом на этом слайде пообсуждать нет они могут в общем случае они могут быть любыми но в частности будет 0 и 1 об этом буквально через слайд будет о бинарных этих самых входных сигналах и бинарных нейронах а так в общем случае да они могут быть вещественные могут быть вещественные вообще говоря вот то есть о нелинейности и о бинарных значит входах будет чуть попозже там мы можем об этом остановиться нейронные нейронные сети это собственно не что иное как совокупность нейронов которые друг с другом каким-то образом взаимодействуют вот это взаимодействие как раз важно на этом слайде показано в качестве примера так называемая не знаю как она на русском языке называется fit forward network то есть на вход что-то подается и информация идет потом от начала до конца в одном направлении то есть внутри этой нейронной сети нет обратной связи хотя бывает и она как правило такая сеть состоит из нескольких слоев да и кроме входного и выходного слоев остальные слои называются скрытые слои которых может быть какое количество от одного и далее и как я упоминал ранее вот эта сеть по сути представляет некоторый алгоритм который который мы программируем не решать задачу а который мы программируем чтобы он умел учиться решать какие-то задачи вот это обучение осуществляется в результате тренировки собственно в чем состоит эта тренировка здесь также описано это не что иное как настройка вот этих вот весов взаимодействия между отдельными нейронами и цель вот этой тренировки это минимизировать ошибку между тем что мы фактически на выходе получаем и тем что мы хотели получить собственно тренировка происходит следующим образом то есть вначале мы просто каким-то случайным например образом или у нас есть какой-то паттерн эти веса задаем потом прогоняем сигнал от начала до конца получаем фактически что у нас получается на выходе сравниваем это с тем что мы ожидаем там получить и вот делаем и веса корректируем так чтобы вот эту ошибку не иметь так мы повторно эти шаги проходим пока не удовлетворимся результатом то есть эта кренировка она для этого нужны какие-то тренировочные да 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 совершенно верно есть то есть для этого нужен какой-то набор данных входных для которых имеются выходные данные так называемые тренировок включить верить что эта машина будет работать да совершенно верно да совершенно верно но это как это происходит на практике то есть есть какая-то формируется какая-то база данных с известными входами и выходами делится на две части неравные на одной части мы больше на тренируем а на другой мы уже проверяем а работает ли она дальше уже да действительно мы верим что она будет работать и для таких данных что есть какой-то стандартный набор вот этих функций которые рисуют не ровно тебе представить кто-то кто-то увидит ну что-то электрические цепки вот так есть ли мангисты это такое соединение ну по сути да ну по сути по сути действительно есть электричество это можно реализовать реализовать такую вещь на основе с постижимостью того факта что она работает это был диплейнг неизвестно что она работает но она работает я так понимаю что математически это ну я так понимаю забили на это доказать что она такая эффективная но никто этим не занимается всех анатолием для чего на большей части выборки она производит ну вот и будет сейчас я скажу несколькими слайдами далее наверно да будет ну как как это работает зачем вот эти вот слои нужны и прочее ванник подкован в этой истории ну ну здесь вот это фитфорвард нет здесь не резервуарная сеть а так по сути то о чем я буду говорить ну ну наверное пожалуй скорее можно ее так поскольку там настройки полиаретонные вылезли после резервуарной краски ну ну ты прав да то есть нас настройки в резервуарные от нереде уарных чем отличает что в резервуарной нас работают как есть она работает да и мы ничего там не подкручиваем никакие веса внутри только да да то то чем только в программе реализовывать я буду да атакую в которой полиаретонной части у нас ничего не подкручивать а работать программ все верно так да вот мы переходим Приходим, наконец, к следующему некоторого рода провокационному слайду. Вначале я сказал, что искусственный нейрон определяется как функция множества переменных из вот этой функции активации нелинейной. Ну, нелинейной в прямом смысле. То есть выход от входа зависит нелинейным образом. И, собственно, ставится вопрос, а всегда ли это функция множества переменных и обязана ли она нелинейной? И вот выясняется, что нет, не всегда. И это, по сути, иллюстрация вашего вопроса, что если это обычная электрическая цепь, то да, действительно, если у нас там даже линейные какие-то функции, она все равно будет работать. Нет, работа все равно будет. Она же не специально уравнение решает. Да, она ничего не решает. Она умеет работать исключительно с данными. То есть если, ну, скажем так, в общем случае, можно, наверное, сказать, что она выявляет некоторые закономерности. А, то есть это анализ массива данных? Да, да. Ну да, это то, о чем я говорил. То есть если мы в рамках вычислительной парадигмы что-то решаем, решаем уравнение и получаем данные, то вот эти нейросети предназначены для того, чтобы анализировать данные, которые откуда угодно берутся. То есть будь то эксперименты, будь то те же самые численные расчеты, наблюдения, и уже эти данные она может... Да, и более того, вот совершенно недавно я поразился в удивительном факте на нейросети научили решать уравнение. Ну, точнее, научили тренировать решать уравнение. То есть нам нужно на входе иметь несколько... Например, Гросса-Питаевского. Дифференциальные уравнения она умеет решать, и в частных производных это грандиозно. То есть мы... Да, она не решает, что-то я... Да, она не решает... Я пытался дистрифтовать, типа там задача дефракции как-то, уравнение максимум. Не уравнение решает, а ты ей засыпаешь в геометрию, и тебе рисуешь в геометрию поле. Да. Просто потому, что ты не показал, много-много решений на геометрии. Ну, только вы не понимаете, но они не задерживаются. Ну да, ну то есть это не дифференциальные уравнения, а типа как бы из выборки, из какой-то большой выборки просто составляет рассуждение. Ну, дело в том, что нам не нужно, значит, скормить все возможные варианты. То есть нет необходимости все возможные варианты перебирать, а нужно какое-то определенное количество ей скормить, и она будет уже при других совершенно параметрах выдавать конечный результат. Ну да, это звучит как дикость, точно так же, как численное решение уравнений дикостью звучало там 60 лет назад, например. Да, так вот, нейроны, да, как я сказал, это изначально математические функции множества переменных, которые выполняют нелинейные операции. Но по факту прекрасно могут работать нейроны всего с двумя переменными, и которые могут быть при этом линейными. Более того, да, существует целый класс нейросетей, которые работают с бинарными данными, в которых на входе приходят бинарные данные, которые выдают такие же бинарные данные. В частности, обычные гейты логические могут вполне функционировать как искусственные нейроны. И вот, да, теперь несколько слов о нелинейности как раз. Нелинейность всегда вот в этой теории нейросетей, от которой я далек достаточно позиционируюсь, как нечто принципиальное, такое суперважное. И оно тесно связано с таким понятием, как линейная сепарабельность данных. И очень понятно, достаточно можно проиллюстрировать, что такое линейная сепарабельность на так называемой XOR-проблеме, которая подсвечивает ограничения простых линейных моделей. Здесь рассматривается такой сценарий бинарного нейрона с входными бинарными данными. И здесь в пространстве входных данных проиллюстрировано, собственно, то, что этот нейрон дает на выходе. И видно, что для гейтов U или I данные являются линейно-сепарабельными. То есть это значит, что мы одной линией, одной прямой можем эти данные вот в этом пространстве входных данных разделить. Одни выходные данные от других. Один класс выходных данных от других. Это может быть, естественно, экстраполировано на более высокие размерности. Там, соответственно, линейно-сепарабельными будут данные, при которых, может, два класса можем разделить при помощи одной плоскости или гиперплоскости. И что же касается вот этого гейта XOR, то мы видим, что данные в данном случае не являются линейно-сепарабельными. То есть нужна, вот именно нужна какая-то нелинейность вот этого выходного нейрона. Если мы при помощи этого одного нейрона хотим данные на эти два класса разделить, то он должен работать как-то нелинейно. Это два класса выходных данных. То есть когда мы на вот этот гейт подаем два входа, мы получаем какой-то выход. В случае или, гейта или, если мы подаем два нуля, то мы получаем на выходе тоже ноль. А во всех остальных случаях это семи кружочек. А во всех остальных случаях мы получаем единичку. Это у нас, соответственно, второй класс данных. И, соответственно, один класс от другого нам нужно каким-то образом определить. В этом состоит задача. И выясняется, что если, например, один нейрон хотим для этого использовать, то он должен каким-то нелинейным образом откликаться на эти входные данные. Вот, значит, это классическая XOR-проблема. Она нелинейная, и вот линейным способом ее нельзя. Линейными нейронами, линейной нейросетью нельзя решить. Это также работает в случае, если у нас задача не бинарная. То есть если у нас на выходе какие-то непрерывные, например, данные, то для того, чтобы разделить их корректно, то есть мы либо можем их линейно разделить, но тогда у нас будет ошибка, когда вот этот, например, у нас значение попадет красненьким кружочком и так далее. Либо нам нужно нарисовать какую-то вот такую нелинейную границу. Это граница decision bond, называется. Короче говоря, и каким образом мы можем при помощи вот вычислительных наших возможностей такую нелинейную границу нарисовать. Ну вот один из вариантов, это нужно вот этот пространство входных данных спроецировать в какое-то другое пространство, более высокая размерность, например, и в котором вот эта вот нелинейная граница наша будет уже линейной, да. Например, мы вот эти данные, например, можем так разделить, разнести и разделить их в плоскости. Ну каким образом это может быть реализовано? Это можно резать, например, создав, сделав так, чтобы каждый наш вот этот нейрон искусственный работал линейно. Как я говорил, например, если у нас эти нейроны будут основаны на гейтах и или-или, то это не сработает, они линейные. Вот в этой работе, посвященной полиуретонам, опять же, нейроморфовым сетям, авторы предложили очень изящное решение, они заставили нейрон работать нелинейным образом. То есть они создали полиуретонный нейрон, который сам по себе работает как вот этот эксор-гейт нелинейный. То есть если мы, когда мы подаем на него два сигнала, то в зависимости от того, какие это сигналы, он нам выдает либо ноль, либо единичку, уже правильным образом, именно как этот эксор-гейт. Как же они это сумели реализовать? А сколько у меня времени? Я уже достаточно долго говорю. Я думаю, надо ускоряться. Как говорите, говорите, Женя. Ну, 25 минут у нас есть. Ага. 25. Хорошо. Продолжаем. Итак, значит, каким образом они реализовали этот нейрон? Их нейрон полиуретонный, то есть они имеют некоторый полонарный микрорезонатор, и на нем, в этом полонарном резонаторе возбуждают рядышком два полиуретонных конденсатора в непосредственной близости друг от друга. Эти полиуретонные конденсаторы, так как близко, они делают резонанс, близко находятся, они взаимодействуют, то есть каким-то образом интерферируют. Да, и, собственно, где здесь входные данные? Это вот, собственно, интенсивность накачки вот этих конденсаторов. И когда интенсивность слабенькая, это ноль, когда она высокая, это единица. И что они придумали далее? Они измеряют интенсивность от вот этой вот пары конденсатов возбуждаемых. И выясняется, что за счет взаимодействия вот этих полиуретонных конденсатов, нелинейного, вот здесь хорошо видно, когда у нас на входе два слабых конденсата, либо две слабые накачки, либо две накачки сильные, то есть состояние 0,0 и 1,1, то суммарная интенсивность оказывается меньше, чем в случае, когда значительные накачки накачиваются только один из этих двух взаимодействующих конденсатов. Соответственно, у них выходит так, что вот этот парный конденсат очень эффективно работает, как гейт-эксор, на основе которого вот этот нейрон и реализован. Синий и голубой. Нам интересен темно-синий. Он говорит суммарную интенсивность, а голубой я, честно говоря, не помню. По-моему, это что-то с входом связано. Просто не помню, не обратил внимания. Да, ну, об этом я не буду рассказывать подробно, но поясню, что они тестировали, вот нейросеть составлена из множества таких вот нейрончиков на традиционном примере, на бенчмарке по распознаванию рукописных цифр, что, в общем-то, и мы делаем. Да, и теперь слайд, обещанный, посвященный линейным нейроном, который умеет решать нелинейные задачи. Здесь на предыдущем слайде, как я сказал, авторы той работы сделали нейрон нелинейным, чтобы он мог нелинейные задачи решать. А если мы возьмем нейрон, который не как эксор работает, а как ор, например, энергейт, или как энгейт, которые линейные. Вот здесь пример таких сетей простых, которые, оказывается, тоже умеют вот эту эксор проблему решать. Вот на панельке А, опять я напоминаю, в чем состоит эксор проблема. Здесь в пространстве входных сигналов, вот она изображена. Мы не можем разделить наши два класса, два класса выходных сигналов, просто одной линейной. А на этом, на этих двух панельках нарисованы две простейшие нейросети, которые включают в себя исключительно линейные нейроны, и которые при этом прекрасную задачу решают. То есть мы на входе имеем два бинарных сигнала, здесь еще на С мы добавляем один холостой сигнал, который мы заведомо поставим. Скрытый слой состоит из трех нейронов, вот этих вот самых бинарных, линейных, и в конце все это классифицируется линейным классификатором. Что это значит? Значит, поясняю. Вот этот скрытый слой из трех нейронов в центре как бы проецирует наш входной, наш вот подходной пространство из двух переменных на так называемое пространство особенностей или фичер-спейс, который уже трехмерный. Да. А что нерон? Это обычные бинарные заборы и гибели да, бинарные гейты. Совершенно верно, да. То есть буквально то, о чем вы говорили, берем классическую цепочку электрическую. Да, это обычные бинарные гейты. Так вот, их задача, не каждую из них, а суммарно, это спроецировать выходной, по распространению входных данных, которые в данном случае у нас двумерные, в некоторой более высокой размерности пространства, в данном случае трехмерных. Ну, а вот этот линейный классификатор, который обычно вызывает вопросы, что это, он ничего никуда не проецирует, он просто проводит вот эти линии или плоскость в зависимости от размерности пространства и говорит нам, значит, в какую из этих областей отделенных попадает на те или иные данные. Так вот, выясняется, значит, что на этих на крайних правых панелях изображены как раз вот эти наши два класса, которые мы хотим разделить уже в пространстве особенностей, в трехмерном, по числу нейронов в скрытом слое. И как видно, вот эта нейронная сеть исключительно линейных нейронов прекрасно нам решает задачу вот эту линейно-несепарабельную задачу XR-проблема. То есть, мы в этом пространстве особенностей можем линейным образом, то есть, при помощи плоскости эти два класса разделить. Таким образом, я сейчас дезавуировал то, значит, что анонсировал в начале, что нам обязательно нужна нелинейность, а тут раз и нелинейность нам, оказывается, искусственно навязанная не нужна, она естественным образом просто возникает за счет архитектуры скрытого слова. Да, это, может быть, я как-то не уверенно об этом говорю, но это потому, как я не успел отрефлексировать вот этот материал, который у нас совсем-совсем недавно отправленный в статье появился. Наконец, некоторые промежуточные заключения вот этим по уже сказанному. Итак, нейроморфные сети это, скажем, материальное аппаратное воплощение искусственных нейронных сетей, которые есть алгоритмы. А где там обучающие гидромисами не имеют сетей? Да, вот очень справедливо заметили. Это то, что относится к нашему диалогу с Вальником по поводу того, где, где, что, где обучается и что есть резервуар. По сути, вот эта вот часть с тремя нейронами выступает у нас в качестве резервуара, там веса не меняются. Веса будут меняться вот в этой части программной, в этом линейном классификаторе, который нам ничего никуда не проецирует, который работает уже с тем, что мы ему дали как бы на вход. То есть это вот эта часть с тремя нейронами, это вот, скажем так, аппаратная часть с полиаретоном, например, или полиаретоном, или электричкой, как вы говорите, она дальше уже не следует еще программной часть, которая не ставит... Да, которая... Да, да, это... Да, в данном случае, да, то есть вот эта часть, она просто не ставит задачи вот этого нелинейного разделения, проецирования куда-то, она, вот эта вот часть с линейным классификатором, это программная на обычном компьютере реализация, то есть один из подхода. Как маивно рассуждать, что вот вся из задачи распознавания, допустим, перебинализируешь туалекоптинку и сначала скармливаешь это системе из полиаретонных конденсаторов, потом откуда вот берешь ротку и скармливаешь программой. Да, тогда эта система проедет просто при этом конденсаторе надо создать в качестве еще и скрытого слоя. потому что там обработка происходит и после этого сигнал становится более кондененовым и лучше распознаваться. А зачем тут полиетонный компенсатор микросхем не такой делать? обычный технолог. В смысле это в области пилотак и система железа железа нет этого сейчас в этого стоит в себе содержит. Ну, зависит от того, как ее реализовывать. По сути, мы можем вот эту часть железа про ваш вопрос помню, я сейчас тоже не отвечу. То есть, мы можем дополнить то, что мы можем совмещать, короче говоря. мы можем и на компьютере добавить еще дополнительный слой, докрутить какой-то еще дополнительный нелинейный слой. И что касается вот этой железной части, которая полиетонная, то есть, это мои как бы грандиозные планы, по сути, то мы их тоже можем настраивать. есть работа наших итальянских друзей, группа Баларини и Санвит, у них есть там такая у них есть значит работа, в которой они предлагают вот эту тренировку проводить на компьютере, а потом все это дело полощать в железе и работать. То есть, насколько я понимаю, они как раз вот эти вот, но у них немножко другая конечно система, они возбуждают конденсаты и которые просто взаимодействуют, там нет как сказать нет отдельных нейронов что ли, там все такая каша и каша получается. Но насколько я понимаю, они тренируют это на компьютере, а потом просто оплачают в железе. Вот, а теперь что касается вот вашего замечания по поводу того, что зачем городить вот эту полиаретонную часть. Да, совершенно верно, но вот этот аргумент, который я изложу, он был как раз в той работе про бинарные нейроны. Они предлагают, там есть еще работа, которая за ней последовала, они предлагают вот этот линейный классификатор реализовывать чисто оптическим образом. То есть, это вполне возможно, потому что это не что иное, как матричные просто операции, которые вполне линейные, которые реально реализовывать. Это были работы еще там в 70-х наверное годов, где первые попытки собственно реализовать. А зачем это нужно вот в оптическом исполнении? Как я уже говорил, все дело в скорости обработки в частности, которые там на какие-то огромные порядки выше. Ну и плюс опять же в той работе позиционируются, что вроде как энергоэффективность можно существенно повысить. А после вот этой моей работы я могу утверждать, что ее можно еще повысить, потому что они оценивают эту энергоэффективность на основе оценки нелинейности, которая им нужна, чтобы нейроны реализовать. А здесь в этой работе я показываю, что она в принципе не линейность нейроны не нужна, мы можем их линейно сделать, и соответственно мы можем еще меньше интенсивность брать на качестве. То есть соответственно два аргумента это скорость и потенциальная энергоэффективность. ну по поводу точности тут как бы вопрос такой, потому что все-таки здесь что у них, что у нас, реализация везде однослойная, то есть скрытый слой один. А в случае с электрическими цепями как-то множество последовательных цепей реализовать все же более понятно как это сделать прямым и посредственным образом, а чем больше слоев, тем соответственно можно накрутить точность до более высоких значений. Но так или иначе для вот этого proof of principle тоже может быть аргументом. А вот то, что вы сказали, что это можно линейно сепарабельно сделать в этом, это означает ли, вот, когда вы сказали, задача классификации, любую задачу классификации, то есть разбить на две группы, ну, по-моему, признаку, мужчина, женщина, можно линейно он вот то, что выведет, означает ли? Ну, это можно, ну, как я вот сказал, это можно решить при помощи нейросети, составленной из линейных вот этих вот нейронов, но при этом в конце я вот это, скажем, маивное определение вывожу, что такое нелинейность в данном случае вот применительно к нейроморфным сетям, нелинейность в данном случае это возможность решать нелинейные задачи, то есть линейные несепарабельные задачи, соответственно, если у нас линейная несепарабельная задача решилась, значит, у нас где-то в нашей сети зашито нелинейное, но в данном случае она зашито не в каждом индивидуальном нейроне, который вообще говорит, линейный нейрон, она зашито вот где-то вот в их взаимодействии, то есть тут вот такое Понимание нелинейности Несколько нестандартное Скорее вот результат Любой набор Может сделать линейность правильной С помощью линейных Ваших нейронов По крайней мере Обратного Я не могу представить Это зависит Конечно от набора Признаков Входных данных Это понятно Но у вас сложный набор Декрасный и синий А теперь вы говорите Что пропустив Начальные данные Они разбились В некотором Это Разбление Возможность линейности Сепаратности Реализованы Линейными Вашими нейронами Вот Такое всегда можно Ну вот я Я понимаю ваш вопрос Я не могу просто Однозначно ответить Потому что это зависит От того что мы на входе Если у нас бинарные Такие входы Бинарные вещи На входе То как будто И Похожий вопрос На самом деле Был У рецензента Который нашу Другую статью Рецензировал То есть он нас попросил Ну Как не измерить Что ли Оценить Нелинейность Вот Такой нейронной сети Я перерыл Огромное количество Литературы И единственное К чему я пришел В итоге Что Нелинейность Можно оценить Только Скажем Статистически То есть Посмотрев На каком-то наборе Данных Насколько хорошо Он с этим набором Данных работает То есть Насколько точно Он там проводит Классификацию То есть В данном случае Я думаю Что в принципе Подход такой же То есть Если мы возьмем Какой-то набор Таких классов Через такую сеть Пропустим И сможем оценить Насколько он Хорошо работает То есть Он может Например Не на 100% Пока разделять А там Скажем На 90% Как это считать Успехом Или нет То есть Вроде как Успех Люди Которые Вас Людей Занимаются Все говорят Что мы Нелинейный элемент Они как бы Закудааются Это как Не Все верно Потому что Какой-какой Материал Не откроешь По этой теории Нейронных сетей Везде Как постулируется Что у нас У нейрона Функция активации Должна быть Нелинейной Вот буквально Куда Значит Не пойди А тут Выясняется Что мы можем Линейной Оказывается Историей Да и более того Я когда Писал Эту статью И Капасову Литературе Я наткнулся Совсем свежей Буквально 23 год Статьи Только 23 года При том что Теория Вот этих Нейронных сетей Там Тоже Мне в два раза Старше И Статьи Нейча Там что-то там Которые посвящены Тоже Этой проблеме В которой Они примерно То же самое Утверждают У них там Система фотонная Которая Чисто линейная И они утверждают Что тоже За счет Этой структуры Мы Можем решать Нелинейные задачи То есть Да Это То есть Не такой Момент Нетривиальный Который До которого Только сейчас Начали доходить Что Оказывается Нейроны Совершенно Не обязательно Должны быть Нелинейные Удивительно Но факты И мы этот факт Эксплуатируем Давайте Мы Ускорим Да Желательно Уже Как-то Думать Ну вот Я Перехожу Как раз К задаче К нашим Результатам В которых Мы будем Решать Нелинейную Задачу Классификации Чего-то При помощи Линейных Нейронов Итак Мы Предлагаем Вот Такую Систему Полиаретонных Диад Значит Что есть Полиаретонные Диад Это Опять же Плоский Резонатор Возбуждается Нерезонансным Образом Два Конденсата Рядом И они Как-то Взаимодействуют Друг Это Есть Полиаретонные Диады По определению Значит В статьях Павлоса Гудакиса И В зависимости От условий Возбуждения От расстояния Между ними От мощности Накачки У нас Возникает Интерференция Естественно И вот Эта Интерференционная Картина Она Четная Либо Нечетная То есть По центру Между этими Конденсаторами Либо максимум Либо Ну и вот Собственно У нас В качестве Входных Вот Эта Четность Либо Нечетность То есть Максимум Либо Минимум Который Вполне Задетектирован Есть Наш Выходной Сигнал Каждый Диада А каждая Такая Диада У нас Выступает В роли Полиаритонного Нейрона То есть Как это Работает То есть Если у нас Не Рано Еще пока Об этом Да Замечательно Далее Нет Рано Опять Конденсаты Вот Эта Четность Интерференционной Картины Может Управляться Уже Когда Мы Возбудили У нас Возникла Интерференционная Картина Мы Можем Ей Управлять Каким Образом Меняя Потенциальный Ландшафт Вблизи Этих Двух Вблизи Этих Двух Конденсатов Например Вот Мы Можем Вот На Этой Картинке Можем Засветить Дополнительную Накачку Вот Между Этими Двумя Между Вот Этими Четырьмя Конденсатами Четыре Конденсаты По сути Две Диада Рядышком Расповодные Да У нас Возникает Потенциальный Потенциальный Холом Который В зависимости От Поляризации Накачки Может Либо Расталкивать Поляризация Либо Притягивать И Соответственно У нас Интерферационная Картина Меняется С четной На Нечетной С Единички На Ноль Или Наоборот Когда У нас То есть Это Демонстрирует Возможность Управления Этих Но Как мы Видим У нас Значит Интерферационная Картина Меняется Не только В пределах Каждой Диады Но и Между Ними И Чтобы Нам Эти Диады Изолировать Нам Нужно Какой-то Потенциал Вокруг Создать Здесь Показывается Например На Нижних На Самых Нижних Панелях Две Диады Разделенные Такими Маленькими Потенциальчиками Маленькими Такими Потенциалами И мы Видим Что Если Мы Засветим Нашим Управляющим Сигналом Между Ними То У нас Четность Будет Меняться Только Между Этими Диадами То есть Таким Образом У нас Есть Полиаретонная Диада Которая Выступает В роли Полиаретонного Нейрона Выходной Сигнал Нейрона У нас Будет Интенсивность В центре Диады В зависимости От Интерференционной Картины А интерференционную Картину Мы можем Менять Если Мы Засветим Нерезонанс Нарядышком С этой Диады Соответственно Мы можем Сменить Максимум На минимум То есть Переключить Выходное Состояние С нуля На единичку И так далее Сами Если пара Компенсата Пронесить Если пара Ну тут Смысл еще в том Что мы при помощи Одного Вот этого Сигнального Импульса Можем Сразу Пару Компенсат Менять То есть Нам Хотелось Чтобы Все таки Они были Поближе Ну да Если их Разнести То у нас Получится По сути Ситуация Близкая То о которой Я говорил В работе Польских коллег Где Им не нужно Чтобы Конденсатор Другого Но там Есть еще Варианты Конечно Можно И эту Реализовать Если их Разнести В пространстве Но это Такой Предмет Отдельного Обсуждения Ну и собственно Вот эти диады Мы организуем В некоторую Решеточку Да Квадратную Просто Для удобства Рассмотрения И выходит Так что У нас Вот каждая Диада Каждый импульс Входной Вот этот Входной Управляющий Сигнал Может Менять Состояние Близлежащих Диад То есть Либо Одной Диады Мышку Опять То есть Либо Диад Либо Только Одной Диады Ну либо Он Холостой Случайно Не Меняет Состояние Ни Одной Диады Замечательно И мы Решаем При помощи Да Да Вот эта Полиаретонная Решетка У нас Выступает В роли Входного В роли Скрытого Слоя Еще раз Повторю Значит Входными Сигналами У нас будут Вот эти Управляющие Сигналы А выходными Сигналами У нас будут Сигналы Из центра Каждого И мы Решаем При помощи Для начала При помощи Вот этой Вот Нейросети Традиционную Просто Тестовую Задачу По распознаванию Рукописных Цифр Это есть Там Целый Такой Набор Из Этих Картинок Рукописных Цифр Семидесяти Тысяч Изображений Шестьдесят Из них Для теста Для тренинга Используется И Десять Для теста И Почему Именно Этот набор Потому что Ну это Тест Навшивость Что называется То есть Если система Проходит Ну значит Приказ Значит Она работает Как Линейная Нейронная Сеть И Вот По сути Нейросеть Здесь Как работает Представлена Здесь На входе У нас Вот это Изображение Рукописной Цифры Оно Градациях Серого Дану Далее Мы его Геноризуем Потом Мы его Предварительно Значит Преобразуем Во-первых Мы его Рандомизируем Чтобы Ну вот Эту Всю Решеточку Более-менее Равномерно Использовать Потому что Если мы не будем Рандомизировать Это у нас У нас Только Центральная Часть Этой Решетки Используется Будет Что Не очень Эффективно Во-вторых Мы можем Изменить Размер Этой Решетки То есть Мы можем По несколько Раз Например Один и тот же Один и тот же Пиксель Вот этого Изображения Несколько Раз Вот в этот Новый Массив Выходных Параметров Которые Мы линейно Классифицируем При помощи Стандартного Машинного Компьютерного Классификатора Нет Ничего Не нужно Умножать Потому что Ну потому что То есть Мы Она Вот эта матрица Она Одинакова Для всех Входных Данных То есть По сути Она Не играет Роли Классификации Линейном Классификации В этом LC Заши Обратная Матрица Нет Там Не нужна Никакая Обратная Матрица Ну Раз Она Одинакова Для всех Данных Вы ее Как бы Фильтруете Нет Мы просто Работаем Не с Цифрой Вот такой Не с цифрой Как на этом Рисунке А просто Работаем С Таким Вот Разбросанным По Все Работаем Потом восстанавливаем 7 Ну то есть Там Как сказать Там нет Задачи Обратную Матрицу Какую-то То есть Мы Не Обратную Просто Как бы Ее надо Убрать Вы ее Сначала Домизировали А потом Надо Как бы Это Комбинсировать Обратно У Линейного Классификатора Другая Задача То есть Он просто Переводит С одного Языка На другой Если Вот Скажем Прямую Прямую Аналогию Находить Скажем Так Это Еще Больше Ухудшает Вообще Говоря Способность К дальнейшему Распознаванию А По 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 Рандомизации Тут Такой Такой Аналогию Можно Сказать Вот Здесь Цифры Арабские А Есть Цифры Например Древнерусские А Здесь Вот Ни Те Ни Другие А Цифру 7 Мы Записываем Просто Вот Таким Вот Обратом Поскольку Эта Матрица Рандомизации Будет Одинаковой Для всех Рандомизации Это Не Рандомизация Просто Распределение Да Ну Можно Да Наверное Так Корректно Перекадировано Рандомизация Звучит Так Что Мы Ну В том Смысле Что Мы Эту Матрицу Рандомным Образом В данном Конкретном Наборе Экспериментов Выбираем Ну Она Нет На Транзун Да А Это Матрица Сбирается Случайно Да Ну Я говорю Просто Чтобы Более-менно Равномерно Размазать По Обрабатываем По Слою Споляритона То есть Чтобы Ну Я говорю Если Вот Мы Семер Будем Распознать Наши края Просто Никогда Не Будут Задействованы При обучении Эта Матрица Она Всегда Видим Что С возрастанием Числа Нейронов У нас Эффективность Распознавания Возрастает А вот Эта Тень Это Как раз Разные Численные Эксперименты Просто При разных Используемых Матриц Рандомизация То есть Для Целого Вот Этого Массива Из 60 Там И 10 Тысяч Изображений Мы Каждый Раз Используем Одну И ту Мы Видим Что Она Оказывает Какое-то Влияние Но Оно Ну Такое В общем Приемлемое То есть Те 10 Тысяч Которые В тест Они Не входят Не входят Нет Иначе Это Было Бы Не Очень Честно Вот Это Ну Собственно Вот Это Результат Предварительной Оценки Да И вот Здесь Две Такие Линии Это То Что На Ваш Вопрос Ответ Вот Нижняя Линия Это Результат Распознавания Бесполяритонной Части Бинаризированных Изображений А Вот Эта Серая Линия Это Результат Распознавания Небинаризированных То есть Градация Серого Изображения То есть Видно Что Бинаризация Вообще ГР Ухудшает Способность К распознаванию Но Вот Наша Полиаритонная Полиаритонная Прослойка Как бы Это дело Нивелирует Это же очевидно Что Полиаритонная Градация Потому что Да Естественно Да Совершенно Только Я Не спой Я об этом И говорю Что Да Вроде Охудшает Но Полиаритоны Позволяет Это Ну вот Да Ну вот Сейчас Я покажу Какие Проценты Дальше Есть Еще Вариант Еще Улучшить Эффективность Распознавания Некоторые Образы Читерства В некотором Роде Мы это Называем Уплотнением Входного Изображения То есть Когда у нас Нет этого Уплотнения Вот эта Расширенная Расширенная Матрица Которую Мы используем Как шаблон Для Пространственно-оптического Модулятора Мы там Просто Из исходного Изображения Переносим Пиксели Один к одному Да То вот Здесь Мы Несколько Несколько Кругов Таких Делаем И как бы То есть Один Для Того Чтобы В этом Шаблоне Определить Один Пиксель Одну Точку Один Пиксель Мы можем Использовать Несколько Пикселей Из Исходного То есть Это мы Как будто бы Искусственно Добавляем Еще одну Нелинейность Еще Один Свой Нелинейность И вот В таком Случай Значит Выходит Так Что Точность Распознавания Может быть Еще существенно Увеличена До Аж целых 97 Там С чем-то С копейками Процентов Теперь По поводу Того Много Ли Это Или Мало Вот Есть Как я Уже Упомянутый Мною Другие Полиаритонные Нейросети Добились Точности В 96 Тоже С копейками Процентов То есть Вот Такой Маневр Позволяет Еще Сильнее Уплотнить Еще Сильнее Повысить Вот Эту Точность Распознавания Аж на Полтора Процента Это Изряд Я уже Ускоряюсь Потому Что Да И Наконец Опять же По Настоянию Рецензента Рецензент Наставил на том Что Да Вы сумели Распознать Изображение Молодцы Но Насколько Это Общая История Такая Масштабируемая Он попросил На другом Массиве Данных Это Дело Проверить И Очень Удачно Подвернулся Вот Этот Вот И Был Использован Принципиально Значит Данные С принципиальной Иной Структурой То есть Это Не Изображение О Звуке То есть Произнесенные Слова Есть Массив Данных С этими Произнесенными Словами Стандартным Образом Происходит Подготовка Которая То есть Стандартная В том смысле Именно Ее Используют Для других Подходов Распознавания Звука То есть Для начала Сигнала Разворачивается В такую Временную Последовательность Затем Он Переводится В такую Частотно-временную Шкалу То есть Он рубится На такие Фрагменты Там Поскольку Десятых Пикосекунд Пикосекунд Это я махнул Миллисекунд Каждый Вот этот Фрагмент Флуируется И у нас По сути Получается Дискретная Такая Сеточка В одном Направлении Развертка По времени В другом По частоте Дальше Он как-то Нормируется Не принципиально Как И бинаризируется Вот И уже В таком Виде Мы можем Его Скормить Нашей Нейронной Фельдой Значит Вот результат Тестирования Распознавания Звуков Здесь Как бы Тренд Такой же С увеличением Числа нейронов Возрастает Точность Распознавания Но она Также Имеет Такую Полочку Да По абсолютной Величине Действительно Невысокий Результат Меньше Даже 70% Но при этом Он существенно Превосходит Просто Распознавание Этих звуков Без Полиаритонной Сети И в то же Время Он превосходит Даже Бенчмарк По Распознаванию Звуков Которые Что бы Это Не Значило Не Готов Ответить Каким Образом Эта Процедура Происходит Но Она Используется В качестве Ориентира И мы Этот Ориентир К счастью Превозмогли На этом Я думаю Я готов Закончить Подводя Итог Мы разработали Полиаритонную Нейронную Сеть Которая Действительно Работает На Данность Причем Разной Структуры И Действительно Превозмогает Простую Линейную Классификацию При помощи Просто Компьютер При помощи Логистической Регрессии И Все на этом Да Результаты Вот Представлены В этих Трех Работах Две из них Пока что На разных Степенях Рассмотрения В редакции Последняя Это по результатам Конференции Но Ее большое Преимущество В том Что она уже Спасибо за внимание Большое спасибо Женя Ну что Было много Вопросов По ходу Давайте еще Есть желающие Что-нибудь Спросить Да Можно В чем Основная Ну В чем Основная Разница В прошлом Отхода Что Сангитов С Михалем Или Те Он Реализован То Что У Азиады И То Что У них В том чисто И В том числе В том числе И аналогов Сигнал Распозна Распозна Распознавали Да Они Использовали Резонансную Накачку Создавали Такую Решетку Резонансных Конденсатов И Результирующую Интерференционную Картину Распознавали Ну В сравнении С аналоговыми Что касается Аналоговых Вот этих Нейросетей С аналоговыми Сигналами Тут Общее Преимущество Бинаризованных Сетей Состоит в том Что Несоразмерно Меньше Затраты По времени Затраты Вычислительных Ресурсов У Бинаризованных Сетей Просто Потому Что там Экономится Огромное Количество Памяти На любом Из этапов И Соответственно Скорость Просто Непомерно Возрастает Обработки Естественно Происходит Провал В точности Но тут Нужно Балансировать Ну а Что касается Вот этой Работы Польских Коллег Которые Я Освещал Вот в этом Докладе То здесь Основной Интерес Как раз Вот в этой Вот на этом Слайде Я анализировал Когда Их Работу Я понял Что да Они вводят Вот этот Нелинейный Нейрон Но вообще Говоря И без Вот этой Без Мучений Этих Вот С нелинейностью Отдельного Нейрона Все Оказывается Может Работать И И С линейными Нейронами Более того Вот в этой Работе Как раз На которую Я на этом Слайне Ссылаюсь Вот эта Работа Именно Этому Вопросу И посвящена Там Как раз Сравниваются Одинаковые Структуры Нейросети Но с Линейными Нелинейными Нейронами И мы Эксор Они все Элементы Не произошел И Так А полиэтон Потому что Меньше энергии Нужно Или Почему Ну в каком-то смысле У них там Лазеры были И всякие элементы Когерентные Тоже С Когерентлайтом И Со всем Что нужно Почему Полиэтон Лучше Чем Там Чисто Оптический Компьютер И памятью Они занимались Они пытались Создать Полностью Оптический Компьютер Но Он тогда Получался Больше Гораздо По размеру Хотя Работал Может быть И быстрее Почему Именно Полиэтонный Вариант Казалось бы Что энергии Меньше Но С другой стороны Нужно Охлаждать Все это Их Главный Аргумент Был Что Он Может Работать При Комнатной Температуре И Не нужно Много Отводить Тепла В отличие От электронного Компьютера Почему Полиэтонный Лучше Чем Чисто Оптический Да Это Совершенно Справедливое Замечание Но Что Касается Температуры Охлаждения Вот буквально Недавно Я наткнулся На статью Наших Коллег Из Питтсбурга Которые Показали Полиэтонную Конденсацию При Комнатной Температуре Причем В каких-то Прям Суперстандартных В смысле Состава Резонаторов Это Сноук Или кто это Сноук Да То есть Там Резонатор Поразился Чуть ли не Арсенит Удивительно Но На самом Деле Вот я Говорю Я сейчас Делаю Утверждение Которое Я уже Дезавуиру Перед этим То есть Изначально Полиаритоны Всегда Позиционируются Как Фотоны Которые Еще и Дружить Умеют Друг с Другом Которые Еще и Взаимодействуют Вроде как Это Взаимодействие Полиаритонов Позволяет Обеспечить Нелинейность И Тут же Вы можете Вполне Справедливо Меня Провергнуть Моими же Словами Что раз Нелинейность Не нужна То зачем Нам тогда Полиаритоны Вот на этот вопрос Я пока Не придумал Что ответить Конечно Но Так или Иначе Я конечно Так опрометчиво Говорю Что не нужна Нелинейность Если она В одной архитектуре Не нужна А то в другой архитектуре Она вполне Ну Это такой вопрос Риторический Вы можете Ответить Что Полиаритон Так же Не исчерпаем Как и атом Природа Бесконечно Нет Коллеги Я думаю Что тут Вот Слово Нелинейность Оно имеет Много Смыслов И в каком-то Смысле Нелинейность Она все равно Эксплуатируется Потому что Когда Вот эти Вот Два Конденсата Интерферируют И в середине Между ними Получается Ноль Или пучность То Вот Потенциал Который создает Импульс Значит На Накачке Он влияет На эту Интерференцию Это есть следствие Того Что Эксидоны Взаимодействуют Там С Электрон Дырочными Парами Рождаемой Нерезонансной Накачкой Значит Это То есть В каком-то Смысле Нелинейность Есть В системе И это Позволяет Делать Эти Все Элементы Типа нейронов Достаточно Компактными Насколько Я понимаю В нелинейном Значит В каком-то Оптическом Компьютере Дистанции Все огромного Размера А здесь Все-таки Это на Чипе Там Характерные Длины Это Какие-то Единицы Микрон Ну да Ну в принципе Нелинейность Там были На полупроводниковых Лазерах Они тоже Микронного Размера Нелинейность Тоже Была Потому что Трешхолд Лейзинга Есть функция Нелинейная Вам нужно Для того Чтобы у вас Если сказать Резонатор Круговой Для того Чтобы Лазерный Эффект Возник Вам нужно Минимальную Плотность Поэтому В смысле Единицы Нуля Они работали Хорошо Но наверное Это было Энергетически Гораздо Более Затрагно Как та же Аргументация Про Полиритонный Лазер В отличие От обыкновенного Лазера У него Не требуется Такого Большого Трешхолда Наверное Нужны Какие-то Оценки Энергетические Мне кажется Если вы Хотите Продавать Эту Идею На чистой Нелинейности Не обойтись Мы знаем Огромное Количество Нелинейных Оптических Эффектов Просто Полиритонный Начинается При гораздо Меньших Энергиях Мне кажется Я не знаю В этом и был Как я уже Упоминал Был основной Аргумент Вот этой Польской Группы Они проводили Оценки Которые им Нужны Для того Чтобы это Все работало И да Действительно Энергетически Теоретически Вот этот Минимальный Энергетический Выход Там получается Какой-то Супер Маленький Но я честно Предстаюсь Что Я тоже Делал Такие Оценки И чтобы Продать Это в журнал Мне пришлось Не мухлевать Конечно Но скажем так Очень оптимистично Быть при оценках Спасибо Очень интересно Было Я не буду вас Задерживать Больше Но Замечательно Вы делали Спасибо Есть ли еще Вопросы В аудитории Или онлайн Ну Если нет В общем Уже тут Время Несколько Затянулось Значит Большое спасибо Женя Пожалуйста Коллеги Проследите Чтобы Жене Выдали Абрикосовский Значок Если Его У него Еще нет Как докладчику А Значит Следующий Семинар Буду Вроде бы Делать я И он Будет Посвящен Оптическому Спиновому Эффекту Пола Всем Спасибо И Приятного Обеда Спасибо Бак Спасибо 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 Спасибо